Так, в общем, ёбнутый, спасибо за донат, смешарики не те, кем кажутся жуткие теории. Всем привет, вы на канале Лунные Янки, меня зовут Алекс Кокос, и сегодня мы продолжим разбор самых мрачных и обучающих теорий смешариков. Спасибо пабликам смешарики онлайн и смешарики теории и факты за помощь в создании видео. Но перед этим сразу две приятные новости. Весной 2020 года выйдет новый сезон 2D смешариков. Компания Яндекс, за что им летит огромная благодарность и всепрощающий плюсик в карму. Кажется, я запустил парад внезапных камбэков. И вторая новость, а точнее напоминание. Скоро Новый Год, значит время покупать подарки себе и близким. В связи с этим, хочу поделиться с вами сайтом, на котором можно выиграть клёвые призы к Новому Году. Новенький айфон иксбок... 3 января, блин, видос. Да, его канал взломали, видео с крылья... Короче, это перезаливы, всё, я понял. ...всели даже макбук. Испытай свою удачу в интернет-магазине Runbox. Там сейчас проходит конкурс, в котором приз каждый выбирает сам. Клонка JBL Pulse 3, наушники Airpods 2 и экшн-камера Blue Pro 5 Hero. Выбери один из трёх призов, выполни условия конкурса и забери свой подарок. Также на сайте появилась новогодняя коробка, которая становится дороже с каждым днём. В ней вы получаете сюрприз на с... Блять, делать драматичную музыку на рекламе, это, конечно, моё почтение. ...выигрыша. А начать вы можете с бесплатной коробки. Сайт максимально честный, о чём свидетельствует сотню отзывов довольных клиентов, получивших свои призы. А по ссылке в описании вы получите 50 рублей и 20% бонуса на депозит. Удачных выигрышей, ну а мы поехали. Что мы знаем о Копатыче? На первый взгляд, это простой сельский аграрий, выращивающий овощи и разводящий пчёл, который просто без ума от мёда. И если так посудить, Копатыч... Укуси меня, пчёлла! В тём уважении кажется глупее и наивнее остальных смешариков. Нет, он не дурак, но остальным чуточку уступает. От него редко услышишь философское высказывание. Более того, ему не очень-то интересны подобные мысли других героев. Но что если я вам скажу, что это очередная роль актёра Копатыча? Есть теория, что после событий фильма «Смешарики. Начало», Копатыч был заслан в долину смешариков, где теперь снимается реалити-шоу. По сюжету фильма, первым с Копатычем встречается Бараш. Он сбегает из больницы и отправляется на поиски Люсьена, которого находит в телецентре. Первое, что он слышит от Копатыча, это заявление о том, что ему надоели съёмки, что он хочет побыть простым фермером. Сопрыкин в рифме слабым был. Сопрыкин на слова дрочил. И попал. Коммерам акцентирую своё внимание на том, что ему придёт сниматься в кино, где много насилия. И всё это при Бараше. Не находите странным, почему именно при нём? Бараш оказался в то самое время и в том самом месте? Вряд ли. В конце фильма Копатыч селится в долине смешариков, который ему и дом выстроили точь в точь, какой он изобразил на декорациях, и вообще все условия наиприятнейшего существования обеспечили. В оригинальном 2D сериале есть очень интересный момент, который, можно сказать, продолжает сюжет первого фильма. В эпизоде «Это сладкое слово мёд» Копатыч, после того, как его запряли в собственном доме, выдаёт следующую фразу. Вы что, не знаете, что у нас сериал без насилия? Я буду жаловаться продюсером! То есть, фактически, круглый медведь ломает четвёртую стену. Или не ломает. В фильме Копатыч говорит, что недоволен обилием жестоких сцен в сериале, где он исполняет главную роль, а в данной серии спрашивают у остальных персонажей о том, знают ли они, что у них сериал без насилия. До сегодняшнего дня этот вопрос можно было считать риторическим. Копатыч проговорился о том, что смешарики участвуют в сериале. В сериале без насилия, как он и хотел. Идём дальше. Медведь грозит героям, что пожалуется на них продюсером. Уж не тому ли самому носорогу? Да, по сюжету его арестовали. Носорог продюсер! Но кто-нибудь видел его в тюрьме? Быть может, Сора Копатычу со своим продюсером всего лишь очередная отлично сыгранная сценка? Почему эта бывшая звезда экрана фреско сделался простым огородником? Почему на отнюдь не риторический вопрос Копатыча в серии «Это сладкое слово мёд» не последовало ответа или хоть какой-то реакции, кроме как удивления? Думаю, теперь понятно. В новых сериях... Блин, вот так вот, ребята. А как говорится, если бы я этого не знал, как же я бы успал? Эх, а споки безопасности в интернете так или иначе были задействованы Нюша, Бараш, Крош, Ёжик, Савунья и Лосяш? И да, и нет. В новых сериях персонажа заменила компьютерная программа «Ваш Лосяш» по родине Алису, Сирии, Гугл Ассистента. В ней роль виртуального помощника выполняет Лосяш, как нетрудно догадаться. Он полностью осознаёт действия героев и реагирует на них советами и опасениями. Чуть ли в полноценный диалог не вступает. Это означает, что программа разумна. В долине смешариков просто-напросто нет возможности создать искусственный интеллект, возможности которого были бы столь широки. Персонажи же живут не в будущем. Лосяш, как мы знаем, экстравагантен, умён образован и психически нестабилен. Что он только не вытворял за всю историю франшизы. Создал клона машину времени улучшайзер. На этот раз, быть может, учёный решил транспортировать себя из реальности в виртуальность. Виртуальность называется. А теперь смешарики пользуются программой, с ним без зазрения совести, да и не жаждут возвращения старого друга. Но есть и другая теория. В эпизоде «Восстание машины» у Лосяша появляется навязчивая мысль. Роботы поработят мир. В связке с паранойой она толкает героя на действие, начать войну с изобретениями Пина. Но в конце, будучи спасённым немецким коллегой и его механическим другом, Лосяш признаёт, что роботы – вещь полезная. Однако, быть может, таким образом, герой решил ввести в заблуждение окружающих его в тот момент жестяных врагов, снять себя подозрения в мятеже, на время уйти в подполье, а затем перемести в себя виртуальность, вести войну с противниками, находясь в их программном обеспечении. Всё может быть, в особенности учитывая то, что «Восстание машин» всё-таки произошло, но без железной няни и пылесоса. У всех смешариков появились компьютеры, спортфоны, интернет, даже консервативная савунья, борец с компуктерами номер один и то безвылазно зависает в своём Айкарыче. А что если Айкарыч решил возглавить «Восстание»? Именно он в первом сезоне «Азбуки интернета» подсаживал всех героев на гаджеты, а во втором исчез, оставив вместо себя – электронного себя. И да, хоть и напоявился в последней серии, не исключено, что он просто научился уживаться в двух оболочках сразу – виртуальной и материальной. В разных эпизодах сериала неоднократно встречаются заброшенные хижины, причём неизвестно, кто в них жил. Например, в серии «Только горы» хижина весьма старая, а в серии «Бутерброд» довольно новая, будто её бросили лет 15 назад. В ней есть даже ванная. Кто и почему бросил эти дома? В шестой серии отелю «Весёлого альпиниста» Лосяж получает приглашение в гостиницу. Смешарики летят туда, и в итоге сидят в заброшенном отеле без электричества. Очередная заброшка. Итого три, по крайней мере, найденных дома. Кто их хозяева, зачем их забросили? Быть может, там жили предки нынешних смешариков, а возможно, там жил кто-то другой. Причина ухода прежних жителей неизвестна, и наиболее адекватная версия гласит, что в горах резко похолодало. Да, это тоже тёлка-кор такое, тоже, куда-то в сторону эластики туда же. Было некомфортно, а продать кому-то дома было проблематично, ибо в таких суровых условиях желающих жить там практически не нашлось. Однако внешний мир всё-таки знает о существовании Долины Смешариков, ведь туда приезжали и Гакоша, и Грица, и другие эпизодические персонажи. Да и вообще, почему мы ни разу не видели людей, хотя о них часто упоминается и неоднократно намекается в сериале? Также, где родители молодых смешариков? Ответом на все эти вопросы может выступать весьма жуткая теория, гласящая, что Долина Смешариков – это эксперимент учёных по изучению поведения индивидов, изолированных от общества. В долине могла образоваться своя культура и обычаи. Учёные сначала отправили на остров молодых Каркарыча и Савунью, и других уже взрослых смешариков, которым стёрли память, но добавили воспоминания о прежней жизни. Например, Карыч часто рассказывает о своих приключениях. Конечно, им оставили множество книг, журналов, даже компьютер с играми и большой энциклопедией. Потом на остров отправили новых смешариков – Ёжика, Кроша, Бараша и Нюшу. Если уж гулять там гулять, то смешарики могут быть биороботами, которые были искусственно выведены учёными вследствие многочисленных экспериментов со скрещиванием человеческих и животных клеток. Результаты опытов превзошли все ожидания, а смешарики оказались гораздо умнее, сильнее и быстрее своих создателей. Общество с замиранием сердца ожидало скорейшего внедрения этих существ во все сферы жизни человечества, ведь это повлекло бы за собой стремительный скачок эволюции земной цивилизации. Первое время смешарики отличались исключительным дружелюбием и покладистым характером. Они знакомились с нашим миром, изучали природу и устои вещей, но в какой-то момент их звериная натура начала выходить из-под контроля, а смиренное послушание людям сменилось бунтом. Они поняли, что человечество им не нужно, что оно на порядок хуже их, и устроили настоящий геноцид. В ходе длительной и кровавой борьбы смешарики одержали победу и поселились на единственном уцелевшем в ходе войны клочке Земли, где продолжали накапливать знания и развиваться, чтобы когда-нибудь покорить нашу галактику, а затем и целую вселенную. А на самом деле это просто ожившие анальные шарики. В серии спокойствия из цикла азбука финансовой грамотности Коричневый Лосяш. Лосяш застраховал свой дом и посоветовал Крошу сделать то же самое со своим. Кролик последовал совету и защитил свою недвижимость от метеоритного дождя, которого он так опасался и который всё-таки произошёл. В конце серии нам показывают медитирующих крош и лосяша, спокойно смотрящих на то, как дома их друзей разрушаются из-за природной катастрофы. Жуткое зрелище, честно говоря. На улице ночи, а это значит, что большинство смешариков находились дома и спали. Предположим, что кому-то удалось спастись, но ведь очевидно не всем. Значит, кто-то погиб. Разумеется, уже в следующем эпизоде у героев всё будет в порядке, ибо серии не взаимосвязаны. Но по сюжету в спокойствии кто-то всё-таки умер. Об этом прямо не говорится, но мы с вами понимаем вероятность выживания в данной ситуации. Непонятным остаётся поведение кроши и лосяша. Они мало того, что не беспокоятся за друзей, так ещё и со спокойствием наблюдаются их гибелью. Быть может, они вступили в секту страховщиков и теперь желают расправа над теми, кто не страхует своё имущество. Ладно, остановимся пока не поздно. В серии страшилка для Нюши крош рассказывает... Не, я думаю, что все, кто остался в домах, стали коричневыми в момент, так сказать, дождя. В этой истории о чёрном лавеласе, живущем в чёрном цирке, грядущем сердца женщин. На, блядь! Спасибо. Записал в два дубля гитары из песни Фиорант Латен Кенлась Вегас под обработанную мигель. Оцени игру по скале жухлости и навозности. Не ровнил и не двигал. Хорошо, сейчас заценим, ну давай сперва этого. Но зачем он это делает? Обратимся к серии «Утерянные изменения», рассказывающей историю о близком друге Савуни, который её обидел. На одном кадре можно заметить тень обидчика, которая подозрительно сильно похожа на силуэт чёрного лавеласа. Возможно, уехав с мыслями о том, что она его не простит, он решает сменить личность и вернуться к Савуни в образе моряка, которого она ждёт в серии «Что принесёт ветер». Однако ему предложили за большие деньги перевезти цирк через море, в результате чего его корабль потонул и был проклят. После этого он стал красть сердца и души, чтобы снять заклятие и вернуться к Савуни. После нужного количества душ он снимает заклятие, но есть одно «но». Теперь он перерождается в ворона, известного нам как Каркарыч. Однако всё может быть куда проще. Лавелас был близким другом Савуни, он обидел её, и она уехала в страну с Мишариков. Лавелас написал ей много писем, но она не отвечала. Тогда Лавелас вместе с бродячим цирком стал путешествовать по миру в поисках Савуньи. Он раскаивался и сильно горевал, поэтому он надел весь свой цирк в траурные цвета. Когда смешарики были в мегаполисе, Крош клеил объявление о пропаже ёжика и увидел афишу о выступающем там цирке Лавеласа. Вернувшись в долину, Крош и ёжик придумали про этот цирк страшную историю и рассказали её Нюше. По случайности, в это же время Лавелас как-то узнал место обитания Савунии и заиграл на своей гитаре мелодию, которую, вероятно, хорошо знала Савунья. Кстати, там пять колков, так что это басуха, возможно. В музыку пришла Нюша, они поговорили, причём Лавелас во время разговора не переставал играть на гитаре, думая, что Савунья всё же придёт. Но она не пришла. Лавелас окончательно отчаялся и ушёл из страны смешариков, чтобы никогда больше не возвращаться. Персонаж Бутерброд появляется в одноимённой серии. Он рассказывает Лосяшу, решившему отказаться от любимого лакомства, что Крош и ёжик прячут от него еду. В конце эпизода рогатый учёный говорит друзьям, что Бутерброд придёт за ними. И тогда... Бутерброд действительно вернулся и причинил вред всем смешарикам. Возвращение произошло в серии пин-кода Мультиповар. Злодей предстал перед зрителями в новом виде, успел обзавестись мясной частью. В конце эпизода из-за вредной пищи смешарики превратились в зелёных пятнистых существ, напоминающих зомби. Музыка в сцене погоня за Саунией точно такая же, как в эпизоде с Лосяшем, пытающимся догнать Бутерброд, что как бы намекает. Выходит, что это странное существо, чуть ли не единственное очевидное антагонист мира смешариков. Конечно же, после клона. В каждом смешарике есть положительные и отрицательные стороны. Но у Лосяша эти стороны находят отражение в другом персонаже, клоне. Но что если я скажу, что никакого клона никогда не существовало? Как мы знаем, Лосяш постоянно чувствует вину за ошибки прошлого. А в юности он был тем ещё хулиганом. У него не было друзей, из-за чего он решил создать своего клона. Но как он смог клонировать себя в таком юном возрасте? Это можно... Я свой собственный сын, и лошади едят друг друга. ...писать на фантастическую составляющую, так что пока идём дальше. Когда клон появляется в долине, он пишет на домах разные надписи. И тут странность номер два. Откуда он знает имена других... ПАТЫЧ ОВОЩ! ...мешариков, если видит того же Пина впервые. Вряд ли он стал бы тайно следить за друзьями Лосяша ради обзывательств. Ответ есть. Клоун это воображение Лосяша. Его слова этот имени такими сделал, ты ему подтверждение. В финале серии Лосяш говорит голосом клона. Да, чьи по он так изменился. Можно решить, что это клон, которого перепутали с Лосяшем. Но на официальном сайте написано, что Лось просто пошутил. Либо же в Лосяше пробудилась тёмная сторона, которую он до сих пор сдерживал. В серии Вселенная под присмотром Лосяш обнаруживает, что Наблюдатель влияет на свойство частиц и делает вывод, что может влиять на Вселенную силой мысли. Он пугается этого и решает изолировать себя, чтобы не нанести никому вреда. И тут же появляется клон, причём никто его не помнит, и делает то, чего Лосяш так боялся. Использует силу в своих корыстных целях. Ещё одна странность. Корабль клона подозрительно похож на шаролёт. Когда Карюч успокаивает Лосяша, клон исчезает. Однако чуть позже лампочка лопается, а тарелка продолжает крутиться. И так, получается, что клон может быть воображением Лосяша. Возможно, учёный спит и видит происходящее во сне. Или, что менее вероятно, находится в коме. Или вступил в шуе. Ах да, спасибо нашим любимчикам с патреона под никами Миран, Юра Ипполитов, Ири, Слава, а также EJ, aka Космолюбс, и донат на Донейшн Алёртс. На этом всё. Блин, ну нихера, так и очень интересно, на самом деле, блин. Отстой, что у чувака канал взломали. Вот так, вот господа. Вообще забавно всегда, типа, какие-то поехавшие теории читать, там, по этому, по Гарри Поттеру есть интересная теория тоже, там, заговора. Про какая-то самая популярная, про план Дамблдора, по-моему, тоже можете посмотреть. Ну, здорово, здорово, увлекательно. Продолжение следует...